Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Ну что, у нас в Волгоградской области очень тепло, практически жара, начало апреля и мы уже ринулись в огород приводить в порядок в первую очередь свои теплицы, потому что здесь в первую очередь будут засажены растения, но потом уже переберемся мы в сад-огород. Все буду, как обычно, рассказывать. Зимнее затишье заканчивается, приступаем к работе. Сегодня пойдет речь о теплице, о том, что лично я делаю для того, чтобы урожай в ней всегда был отменным. Весна это исключительно важный период для растений и не только из-за того, что природа оживает, но еще и потому, что именно весной, именно в это время растения закладывают свою такую некую программу на сезон. Практически именно сейчас решается судьба будущего урожая. Кроме того, не нужно забывать, что именно весной растения начинают атаковать болезни и вредители, нарушая все наши планы на урожай, на дачный сезон. Конечно же, осенью мы моем, приводим в порядок свои теплицы. Это норма, но это не говорит о том, что весной нужно сложить руки и не приводить ее в порядок. Обязательно уделите весной внимание своей теплице. Понятно, что теплица у нас с вами в целом-то чистая, поскольку после сбора урожая в прошлом году осенью мы все протерли, обеззаразили кто чем, у каждого свои методы обеззараживания. Но я все-таки настаиваю, что повторить эту процедуру еще раз надо. Во-первых, чистоты не может быть слишком много, а во-вторых, осенью обеззараживание могло пройти некачественно, если обработка проводилась, допустим, при холодной погоде. Ну и, конечно же, в первую очередь нужно проверить каркас, все крепления своей теплицы, поскольку снеговая нагрузка может внести какие-то свои коррективы, нарушить конструкцию. В общем, проверяем, протягиваем, чтобы весной уже или летом не столкнуться с какими-либо неприятностями. И горячая проливка грунта почвы. Я считаю, что горячая проливка, она очень важна. Так называемый горячий пролив – это не обеззараживание почвы. Эта процедура, это мероприятие позволит быстро согреть тепличный грунт. Кто-то из вас спросит, зачем нам теплый грунт сейчас, в начале весны, ведь томаты мы будем сажать в конце апреля, может быть, даже в мае. Сейчас ничего не будем высаживать, но горячий пролив поможет разбудить спящие почвенные микроорганизмы. Если этого не сделать, то этот процесс пройдет чуть позже. Однако ждать иногда приходится очень долго, поэтому теплице можно помочь немного сейчас. Для этого следует пролить грядки горячей водой. Температура воды должна быть где-то градусов 70-80. Этого достаточно для того, чтобы разбудить почвенные микроорганизмы и заставить их работать на будущий урожай, на хороший будущий урожай. Кипятком проливать грунт нельзя, поскольку это наоборот убьет почвенные микроорганизмы, уничтожит их. Теперь нам необходимо заселить эти микроорганизмы в грунт к нам. Осенью этого делать нельзя, потому что уже не то время года. Это делается только весной. Где взять полезные микроорганизмы? Можно купить специальные препараты. Их очень и очень много, и я уделять внимание этому не буду. Идем в садоводческий магазин, выбираем почвенные микроорганизмы, просто микроорганизмы, и используем по инструкции. Но можно ничего не покупать, а просто использовать свой компост. Это привычная для садовода вещь, уникальная субстанция. Компост, он намного эффективнее и для культур, и для цветов, и для овощных растений. Он намного эффективнее, чем навоз, чем перегной, чем птичий помет, ну и другая органика. Вот все натуральные компоненты хороши. Вот абсолютно все, безусловно, хороши. Но именно компост становится основным питанием для почвенных бактерий. Потому что именно компост содержит нужные полезные микроорганизмы. Отлично будет, если мы заселим в почву микоризу. И тут же я предлагаю вам сэкономить. Не обязательно бежать в садоводческий магазин и ее покупать. Можно пойти в лес, там, где растет земляника. Наверняка во многих листах есть такие участки, где растет лесная земляника. И вот именно там микориза живет. Взять немножечко грунта и поместить ее к себе, смешать со своим грунтом. Достаточно будет 200-300 грамм такого лесного удобрения. Микоризы будет очень много. И, конечно же, необходимо внести питательные добавки. Весенние питательные добавки, они отличаются от осенних. Вот что можно добавить в тепличный грунт. Сейчас нужно вносить улучшающую почву добавки. А главное, те, которые будут полезны для почвенных микроорганизмов. И в первую очередь это гуматы. Это байкал М1. Эффективные микроорганизмы. Бывают других каких-то названий. И триходерма. Все делаем по инструкции и с интервалом 2-3 дня проливаем. Допустим, вы сегодня решили пролить гуматом землю. Дайте ей отдохнуть. Дайте, чтобы гумат начал работать. Через 2-3-5 дней пролейте триходермой. Также дайте 3-5 дней. Пусть триходерма заработает. Потом можно использовать байкал М1. Либо кто там своими делает руками такие эффективные микроорганизмы. Вот таким образом мы в первую очередь заселили полезные микроорганизмы. Вернее, разбудили их. Заставили их работать. И потом мы их немножечко размножили. Создали им благоприятную среду. Они начали жить в комфортных для себя условиях. Поверьте, это обязательно скажется на вашем будущем урожае. Сложного ничего нет. Где-то можно что-то подкупить. Где-то можно что-то сделать своими руками. Это лучше делать сейчас. Но если вы сейчас не успеваете. Или у вас нет возможности попасть на дачу. То, конечно же, резонно задать такой вопрос. За какое время до высадки рассады должно проводиться внесение подобных препаратов. За неделю. Все будет вполне достаточно. Микрофлора почвы успеет должным образом подготовиться к появлению растений. Поскольку на улице уже будет достаточно тепло. Ну а в теплице будет еще теплее. Вот, собственно, друзья, все, что я вам хотела рассказать. Надеюсь, информация была полезной. Вы прислушайтесь к моему мнению. И приступите к работе на своем дачном участке. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья. До свидания.